Лучше всего об истории расскажут предметы прошлых времён, уверены в библиотеке имени Горького. Её работники решили посвятить этому целую выставку. Прежде всего, посетители найдут здесь более 300 экземпляров различных книг, которые поведают об украинской и мировой символике, об уникальных монетах и старинных кладах. Особый интерес, говорят работники библиотеки, вызывают иллюстрированные энциклопедические издания. Люди в суете и в потоке информации немножечко забыли о том, что ничего нового не придумали и не придумывают, и ничего нового не происходит. А всё уже когда-то было, всё уже что-то значило. И просто нужно уметь ценить прошлое, и тогда будешь ощущать правильно настоящее. Кроме книг в экспозиции – денежные купюры 20 века. Многие экспонаты работники библиотеки принесли из своих частных коллекций, как, например, награды, которые хранятся как реликвия в семье Ларисы Марковой. На эту выставку мы принесли семейные медали нашего дедушки, которые он заслужил за освобождение нашей Родины, за труд ветеранская, вот эта медалька «Ветеран труда». Здесь в основном медали за 45-75 лет освобождения войны, 40 лет освобождения. В основном это юбилейные даты освобождения. Есть интересные экспонаты и для филателистов. Среди них – кубинские почтовые марки 60-х годов, когда модно было вести переписку со странами социалистического содружества. Первыми посетителями новой выставки стали студенты исторического факультета ЗНУ. Говорят, изучать историю гораздо интереснее, если есть возможность увидеть фрагменты прошлого воочию. Увидели интересные печати, и нам очень прихлянулась книжка «История Украины в открытках». Мне очень понравилось. Особенно геральдика и промонеты. Нумизматика, да. Очень интересно. Мне нравится. Я такое люблю, поэтому было интересно посмотреть. Эта выставка в библиотеке имени Горького будет работать в течение месяца.